Я Арик Реннер. Я в верхней части города Ефеса, на улице Магнезии. В верхней части города находятся монументальные ворота, называемые Ворота Магнезии. Приближаясь к Ефесу, со стороны материка, именно через них люди входили в город. Основной вход находился со стороны порта, но с суши, главными воротами, были Ворота Магнезии, и эта дорога вела от них к центру города. В 19 главе книги Деяний мы узнаем, что именно так вошел в Ефес апостол Павел. Он уже бывал в Ефесе, задолго до этого, впервые вместе с Акилой и Прескилой, но оставил их здесь и отправился в Иерусалим, чтобы выполнить определенные обязательства. Но вернулся в Ефес не на корабле, а по дороге через Ворота Магнезии, вот по этой мостовой. Он вошел в город, и Павел повстречал группу очень интересных людей, учеников Иоанна. Мы читаем об этом в Библии, в Деяниях, 19 главе, с 1 стиха. Итак, мы читаем. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, пришел в Ефес, и, найдя там некоторых учеников, сказал им, «Вы приняли Духа Святого, уверовав?» Они ему сказали, «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». И он им сказал, «Во что же вы крестились?» И они отвечали, «Во Иоанново крещение». Во Иоанново крещение. Они крестились, веря в грядущего в будущем Мессию. Крестились, раскаялись в грехах, выразив свою веру в будущего Мессию. Но, находясь в Ефесе, они не знали, что Мессия уже пришел. Им никто об этом не рассказал. Поэтому Павел, найдя их, сказал им, «У меня есть для вас хорошая новость». Мессия уже пришел, его зовут Иисус. Они приняли спасение. Он крестил их в воде, и сразу, как учит Библия, апостол возложил на них руки, и Дух Святой сошел на них. И они стали говорить на языках. Они начали пророчествовать. Павел был убежден, что им необходимо немедленное наполнение Святым Духом. И сегодня я хочу поговорить о важности наполнения Святым Духом. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Сегодня я хочу поговорить о наполнении Святым Духом. В следующие несколько программ мы посвятим этой теме, как быть наполненным Святым Духом. Что Библия говорит об этом? Когда я исполнился Святого Духа, моя жизнь полностью преобразилась. А вы когда-нибудь наполнялись Святым Духом? Если да, вы помните, какие перемены произошли в вашей жизни, когда вы впервые исполнили Святого Духа. Нам нужно исполняться Святым Духом. И продолжать наполняться Святым Духом. На эту тему мы будем говорить сегодня и в следующих трех программах. Не пропустите. А если пропустите, вы обязательно найдете записи программ на нашем сайте, потому что это учение насыщено откровениями. Представляю вам книгу «Дух Святой и ты. Могущественный дуэт». Это потрясающая книга. Узнайте, как получить эту книгу на нашем сайте. Это воодушевляющая книга о том, как развивать более глубокие отношения со Святым Духом. Бог хочет, чтобы вы начали полагаться на Него, действовать в Божьей силе, узнать, как слышать и различать Его голос, эффективно молиться, и твердо стоять в вере. Эта книга укрепит вас в вере. Хочу прочитать отрывок из этой книги «Дух Святой и ты. Могущественный дуэт». Здесь я делюсь тем, что в моем сердце относительно наполнения Святым Духом. Послушайте, что я написал. Страница 12. «Каждый, кто предназначен к возрастанию в Боге, в итоге приходит к неудовлетворенности своей личной жизнью». Вы когда-нибудь чувствовали неудовлетворенность? В этот момент может начаться более близкое общение с Богом. Иисус сказал в Матфея 5,6 «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Иисус пообещал «Если ты жаждешь, ты насытишься». Такие люди блаженны, потому что духовная жажда ведет по пути новых, близких встреч с Богом. Мы покоряемся Богу, и Он насыщает нас. Но есть множество христиан, которые очень любят Бога, но еще не встретились с Ним на этом более глубоком уровне. И сейчас Бог призывает нас вперед к развитию отношений со Святым Духом, могущественных взаимоотношений. Каждый из нас в итоге приходит к этой поворотной точке, когда сердце уже не удовлетворено и ищет большего. Я помню этот момент в своей жизни, когда я не был уже удовлетворен, и мое сердце жаждало большего познания Господа. Божий Дух зовет нас приближаться к Нему, войти в более глубокие, преисполненные силой отношения с Ним, поэтому я говорю о наполнении Святым Духом. Но поднимая эту тему, мы прежде всего должны поговорить о спасении, потому что невозможно исполняться Духом, не приняв спасения. Откройте со мной Библию, 20 глава Евангелия от Иоанна, где Иоанн рассказывает о событии, произошедшем после воскресения Христа. Иоанна 20. Сегодня мы рассмотрим два действия благодати. Когда я был в консервативной церкви, эта фраза была для меня оскорбительна, ведь я верил только в одно действие благодати. Но в действительности есть два действия. Библия ясно говорит, что их два, и я прочту вам из Писания. Бог хочет, чтобы вы пережили оба действия благодати. Мы начнем с 20 главы Иоанна, 19 стих. Иоанн описывает это событие после воскресения. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики, вы были заперты из-за спасения от иудеев, пришел Иисус, встал посреди и говорит им «Мир вам». Эти слова очень важны. «Мир вам». Отметьте для себя, Иисус сказал «Мир вам». Затем в 21 стихе Иисус вновь говорит «Мир вам». «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Теперь послушайте следующий стих. 22-й он является ключевым ко всему, о чем мы сегодня говорим. «Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого». Это был момент, когда ученики родились свыше по канонам Нового Завета. До этого они жили в вере, как верующие в Ветхого Завета. Но теперь Святой Дух поселился внутри. Они буквально рождаются заново. Это происходит прямо здесь. Иоанна 20, 22. Этого еще никогда не было в истории. Дух Святой еще не жил ни в ком, кроме Иисуса. В Ветхом Завете Святой Дух сходил на людей временно. И в эти моменты они были способны творить удивительные дела. Мне всегда вспоминается Самсон. Потому что когда на него сходил Дух Божий, Самсон творил великие дела. Но Святой Дух не оставался на нем, а отходил, покидал, а позже возвращался. Дух Святой не обитал в сердце ни одного человека во времена Ветхого Завета. Он лишь на время сходил на людей. Отходил, сходил, по необходимости. Но не жил в сердце во времена Ветхого Завета. И впервые Святой Дух вошел в сердце человека, не считая Иисуса. Здесь, в 20 главе Иоанна 22 стихе, когда Иисус сказал ученикам, «Мир вам!» Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Святого Духа». Некоторые утверждают, что это было пророческое заявление. Иисус предрекал им события Дня Троицы или Пятидесятницы. События, которые должны были произойти где-то через 50 дней, но это неверно. Хочу, чтобы вы правильно понимали Библию. Очень важно понимать Слово Божье, углубляясь и стараясь выяснить, чему учит Библия. И в этом стихе сказано, что Иисус дунул на них. Греческое слово «эмфусао», значение которого нет сомнений. Оно означает «вдохнуть в», «наполнять». Это не дуть на что-то. Это не просто пророческое предсказание о том, что произойдет в будущем. Он в тот самый момент вдохнул в них Духа Святого. И есть другой отрывок в Библии, где используется то же самое слово «эмфусао». «Вдохнул». Бытие, 2 глава, где описано, как Бог вдохнул жизнь в Адама. В Бытие, 2 главе, 7 стихе написано, «И создал Господь Бог человека из праха земного, вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою». Было ли это пророчество? Или Бог действительно вдохнул жизнь в Адама? Как только Бог вдохнул в Адама, его легкие приняли дыхание жизни в то самое мгновение. Такой же термин использует Иисус в Иоанна, 20-22. Тот же самый термин. Написано, что Он дунул, Иисус дунул, греческое слово «эмфусао». И Иисус буквально вдохнул в них. И в подтверждение того, что это произошло сразу, Он сказал, «Примите Святого Духа». Примите греческое слово «лабете», которое является приказом к незамедлительному действию. Примите, возьмите, прямо сейчас, непременно берите. То есть Иисус не говорил «друзья», дней через 50. Случится нечто удивительное. В день Пятидесятницы сойдет Дух Святой. Сейчас Я дую на вас, проецируя, предрекая то, что ждет вас в будущем. Совершенно другое происходит в этой главе. Иисус сказал им «Мир вам». И затем вдохнул. Вдохнул «эмфусао» в них. Так же, как Бог вдохнул жизнь в Адама. В тот момент Адам принял дыхание Божье и стал душою живою. А в этот момент ученики приняли Святого Духа и стали рожденными свыше. Они стали живыми от Божьего Духа. Он оживил их, поэтому Иисус и сказал «примите Духа Святого, примите прямо сейчас, вот сейчас берите, в этот момент». И в связи с этим Иисус говорит «Мир вам». «Мир» — первичный плод спасения. Когда люди спасены, они обретают мир с Богом. Вражда удалена. Конфликт, свойственные греховные природы, непримиримость с Богом — все удаляется. И апостол Павел ясно учит, особенно в послании к ефесянам, что, приходя ко Христу, мы имеем мир с Богом. Иисус знал, что когда ученики примут Святого Духа, родятся свыше, то первым мгновенным плодом, который люди обретают, является мир. Возможно, вы помните день своего спасения, когда вы родились свыше. Какой мир наполнил ваше сердце? Потому что спасению сопутствует мир. Мир — первый плод спасения. И есть несколько видов мира. Мир Божий, тот, что хранит вас, сохраняет ваши эмоции, разум, даже в сложные времена. И есть мир с Богом. Этот мир описывает Павел, особенно во второй главе послания ефесянам, когда вражда между вами и Богом удаляется. В одночасье вы обретаете мир с Богом. Именно его, Иисус описывает здесь, такой мир. Этот мир — плод спасения. Мир с Богом — плод спасения, который приходит к каждому, кто совершает покаяние, называет Иисуса Господом, принимает Святого Духа, возрождается и рождается свыше. Но на этом мы не останавливаемся. Давайте откроем первую главу ефесянам, где апостол Павел учит о том, что происходит при рождении свыше. Это чудесно. Речь идет о первом действии благодати, которым является спасение. Когда человек совершает покаяние, называет Иисуса своим Господом, принимает Христа, в этот момент он принимает Святого Духа. Как Иисус вдохнул в апостолов, и те приняли Святого Духа. Точно так же, когда вы совершаете покаяние, Бог вдыхает в вас дыхание жизни, и вы принимаете Духа Божьего, ваш Дух рождается заново. Это абсолютное чудо. Это удивительно. Павел говорит об этом в первой главе послания Ефесянам, 13 и 14 стихе. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения». Внимание! Вот что происходит благодаря первому действию благодати. «И, уверовав в Него, запечатлены, запечатлены обетованным Святым Духом». 14 стих. «Который есть залог нашего наследия, для искупления удела Его в похвалу славы Его». Согласно словам Павла в этом стихе, когда мы совершаем покаяние и принимаем Святого Духа, на нас ставится печать Духа. Что такое «запечатлены»? Это потрясающее откровение. Приготовьтесь. Слово «запечатлены». Я прочту из своих заметок. Перевод греческого слова «сфрагидзо». Оно описывало, послушайте, печать, поставленную на упаковку после тщательной проверки содержимого. Печать подтверждала, что там все исправно, все в целостности и сохранности. Перед отправлением владелец вскрывал посылку, осматривал, что внутри, убеждался в том, что все в порядке, нет никаких изъянов. Затем на упаковку ставили печать, и она означала, что проведена тщательная проверка. Все проверено, и все в соответствующем порядке. Тот факт, что Бог поставил на нас свою печать Духа, означает, что в нашей новой жизни все в порядке. Мы без изъянов. Есть целостность. Происходящее в момент рождения свыше настолько удивительно, навечно устраняются изъяны. Когда Святой Дух совершает это, Бог смотрит на нас и находит нас настолько измененными кровью Христа, что ставит на нас свою печать и дает нам своего Духа. Святой Дух – печать, говорящая о Божьей проверке и о одобрении. Бог одобрил. И еще эта печать была свидетельством, что товар лишен недостатков. Если мы имеем Святого Духа, то Бог счел нас лишенными изъянов во Христе. Послушайте, на печати была символика состоятельного человека. Эта печать была гарантией того, что с посылкой будут обращаться бережно. Влиятельный человек ставил печать, и каждый, кто видел эту печать, понимал, что эта посылка принадлежит влиятельному, знатному человеку. Никто не прикасался к ней без разрешения, не мог ее испортить. Печать гарантировала, что с посылкой будут обращаться бережно. Вот какое слово использовал Павел, а это значит, что мы запечатлены кровью Христа и приняли печать Святого Духа. Мы гарантированно принадлежим Господу, и Господь требует крайне бережного отношения к нам. Это удивительно. Послушайте. Печать также служила гарантией того, что посылка будет доставлена по назначению. Эта печать была гарантией. Когда влиятельный человек ставил печать на посылку, это являлось гарантией доставки. Она была поручительством, что посылка точно будет доставлена по адресу. Я сейчас работаю над новым переводом Нового Завета. Толковательная версия Реннера. Хочу прочитать вам свое толкование. Перевод 13 стиха. Пожалуйста, послушайте. Когда вы были помещены во Христа, Бог поставил на вас особую печать с особым оттиском, и ее уже невозможно повредить, стереть, смыть, удалить, снять или устранить. Это несокрушимая печать, Святой Дух. Если вы запечатлены Святым Духом, значит, вы получили одобрение от Бога. Он испытал содержимое вашего сердца и не нашел ничего порочного или ущербного. И поскольку все в норме, Он поставил на вас печать Святого Духа. Это знак Его одобрения. Всякого, отмеченного этой печатью, ждет особое обращение. Эта печать означает, что вы принадлежите Богу, и никто не вправе касаться этой посылки. Печать Святого Духа означает, что доставка уже оплачена. Что вы дойдете туда, куда должны дойти, до конечного пункта назначения. И вы можете быть уверены, что если начали путь с Господом, то вы дойдете туда, куда Бог хочет, чтобы вы дошли. 14 стих. Как бы хорошо это ни звучало, это только начало того, что Бог запланировал. Ведь Святой Дух — лишь первый взнос нашего полного наследия, задаток. В определенном смысле, он — задаток, подтверждающий, что он серьезно намерен и доведет сделку до конца, подпишет все бумаги, оформит имущество на себя, и, наконец, сделает нас своей собственностью, исключив для кого-либо всякую возможность опротестовать его решения и предъявить нам претензии. Когда этот процесс полностью завершен, сделка будет завершена, мы все поднимемся и с шумными рукоплесканиями, будем воздавать Богу хвалу за все, что Он совершил в нашей жизни. Это потрясающе. Это то, что произошло с нами благодаря первому действию благодати, когда мы приняли Святого Духа, как и апостолы в Евангелии от Иоанна 20-22. Вот что происходит при рождении свыше. Мы принимаем Святого Духа, а это означает, что с нами все в порядке. И не только. Библия учит в 1 Коринфянам 6,19, что мы становимся храмом Святого Духа. Слово «храм», греческое слово «наос», означает «великолепно украшенное место поклонения, святилище, в котором живет Бог». Что делает Святой Дух? Он входит в сердце при рождении свыше. Это первое действие благодати. Дух Святой входит. На нас ставится печать Святого Духа. Мы имеем одобрение Бога. Мы прошли проверку. Все хорошо. Во Христе у нас нет изъянов. Возможно, вы чувствуете в себе недостатки, но во Христе у вас их нет. Святой Дух гарантия, что мы достигнем небес, конечного пункта назначения. И в соответствии с 1 Коринфянам 6,19, именно в этот момент мы становимся «наос», великолепно украшенным святилищем, в котором живет Бог своим Духом. Бог действует внутри нас. Все это произошло с апостолами. В Евангелии от Иоанна 20,22, мгновенно, в момент рождения свыше, все это произошло. Это произошло с вами, но Иисус еще не закончил свою работу. 40 дней спустя, 40 дней спустя, Иисус собирался вознестись на небеса. Евангелие от Луки, глава 24, 49 стих. Иисус говорит эти слова апостолам, поднимаясь в небо. Помните, прошло уже 40 дней, и в апостолах уже живет Святой Дух. Они уже рождены свыше по канонам Нового Завета. Уже 40 дней, как рождены свыше, 40 дней новой жизни. Иисус говорит им, «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше». Иисус описывает второе действие благодати, то, чего они еще не пережили. Они уже были спасены. Иоанна 20,22, они получают спасение. Пришел мир, а мир — это плод спасения. Но теперь Иисус описывает то, что им надо пережить, то, что даст им силу, наполнение Святым Духом, крещение Святым Духом. Плод спасения — это мир. Плод наполнения Святым Духом — сила. Они нуждались в силе. Недостаточно было просто обрести мир. Иисус не хотел их оставить просто с миром, но без силы. Поэтому Иисус сказал им, через 40 дней после начала новой жизни, «Я знаю, что вы уже приняли, но это еще не все. Отправляйтесь в Иерусалим». И вот, греческое слово «идоу» означает «вот это да, потрясающе!» Нет слов, чтобы описать то, что ждет вас. Удивительно. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Облечетесь? Греческое слово «индуо», где «эн» — это «в», положить что-то внутрь, а «дуо» — производное от «дунамис». Взрывная сверхчеловеческая сила. Соединив две части слова «индуо», получается «сверхчеловеческая божественная сила», помещенная в некий сосуд. Ученики были сосудами. И Иисус сказал, «Это еще не все. Вы уже приняли первое действие благодати. Вы его пережили. А теперь ждет второе — наполнение, крещение Святым Духом. Вы уже спасены. На вас стоит печать Святого Духа, вы храм Божий. Но теперь в Иерусалиме вы должны ожидать, «И я дам индуо божественную, взрывную, сверхчеловеческую силу, индуо. Я помещу ее внутри вас». Вот что я называю наполнением Святым Духом. Когда вы переживаете его, вы получаете силу. Слово «сила», греческое слово «дунамис», означает «сверхчеловеческую силу», которая сопровождается непревзойденными знамениями. Именно это греческое слово использовалось для описания войск, составляющих армию. И Иисус говорит, «Когда вы примете эту божественную силу, Святого Духа, это будет как будто бы вся мощь небесной армии пришла внутрь вас». «Вот это да! Я пошлю вам настоящую силу!» Именно это произошло во второй главе Книги Деяний. И с этого места мы начнем следующую программу. Сегодня мы говорили о том, что есть два действия благодати. Первое — спасение, и второе — переживание наполнения или крещения Святым Духом. Наше время закончилось. И через несколько мгновений я помолюсь за вас. Вы уже познали Личность и силу Святого Духа? Дух, посланный нам от Отца, есть Дух-Утешитель, Учитель и Наставник. Но на протяжении многих веков Его Личность оставалась недопонятой. Его неверно представляли и неверно толковали. Вы можете облечься силой Духа Святого и познать Его лично, прочитав книгу Рика Реннера «Дух Святой и ты. Могущественный дуэт». Развивая глубокие взаимоотношения со Святым Духом, вы станете могущественным дуэтом, чтобы исполнить ваше призвание. Он наполнит вашу жизнь миром и научит исполняться радости. Из этой воодушевляющей книги вы узнаете, как действовать в Божьей силе, как слышать и различать его голос, эффективно молиться и твердо стоять в вере. Прочитав эту книгу, вы узнаете, почему сверхъестественные дары должны быть неотъемлемой частью вашей повседневной жизни. Вы откроете могущественное действие Святого Духа в вашей жизни и жизни ваших близких. Не пропустить это специальное предложение. Дух Святой и ты. Могущественный дуэт. Прямо сейчас зайдите на сайт iGency.org и скачайте эту книгу бесплатно. Меня зовут Джоэл Реннер и я хочу поблагодарить всех партнеров служения Рика Реннера. Ваша поддержка помогает бездомным. В мире бесчетное множество людей без крова. Жизнь и неправильные решения многим нанесли тяжелый удар. Часто, прежде чем получить шанс рассказать людям о Христе, нужно восполнить их насущные потребности. Это то, что мы делаем. Благодаря вашим пожертвованиям, мы создали возможность для бездомных людей несколько раз в неделю получать помощь и заботу. Мы предоставляем им горячее питание, одежду и медицинский уход, всем лишившимся жилья, кого только можем достичь. Затем рассказываем им о Христе. Благодаря этому проекту мы увидели потрясающие результаты и хотим сделать еще больше. Хотите ли вы стать нашим партнером, чтобы мы могли продолжать достигать бездомных? Видение, которое вы поддерживаете и которое мы стремимся осуществить, состоит в следующем. Донести Евангелие Христа и до ближайшего окружения, и до краев земли. У каждого из нас своя роль. Прямо сейчас вы можете помочь людям, став нашим партнером в этой работе и поддерживая ее финансово. Для связи с нами воспользуйтесь контактами, указанными на экране, и поддержите наше служение. Благодаря вам мы можем продолжать коренным образом менять жизнь людей. Хочу поблагодарить вас за то, что сегодня вы были с нами и за возможность говорить с вами о наполнении Святым Духом. В следующей программе мы рассмотрим последовательность, описанную в книге «Деяний». Люди спасались, затем наполнялись Святым Духом. Всегда было два действия благодати, сначала спасение, и потом исполнение, или крещение Святым Духом. Это сильное учение. И, кстати, если вы не крещены Святым Духом, попросите Господа об этом. Это действие благодати. Вам не нужно умолять или упрашивать о его получении. Просто попросите. Откройте сердце, примите верой, и вы будете крещены Святым Духом. Но сегодня мы предлагаем вам мою книгу, которая называется «Дух Святой и ты. Могущественный дуэт». В ней я делюсь, зачем нужны дары Святого Духа. Нам нужны дары Святого Духа. Узнаете, как получить эту книгу на нашем сайте. Хочу зачитать вам немного из этой книги. Послушайте. Нет ничего более досадного и печального, чем быть христианином, старающимся жить праведной жизнью, без силы Святого Духа. Вот почему я написал эту книгу. Она не предполагалась как глубокий богословский труд. Она написана, чтобы привести духовно жаждующих людей, как вы, в новое место в Боге, в тайное место, которое Он уже очень давно ждет, чтобы вы нашли. Бог хочет, чтобы вы нашли наполнение Святым Духом, силой Божью. Оно ваше. Берите. Я написал эту книгу, чтобы помочь вам найти его. Сейчас я хочу помолиться за вас. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя за возможность сегодня быть вместе, открывать Библии и размышлять о деле спасения и о наполнении Святым Духом. Благодарим Тебя за два действия благодати, которые Ты предназначил для всякого верующего. Благодарим, что в спасении мы принимаем мир. Спасибо, что Ты не дал нам просто мир, но и наполнение Святым Духом, чтобы мы имели силу в жизни. Благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Большое спасибо, что были сегодня с нами. Напомню вам стих Экклесиаста 8.4, где «Слово Царя, там власть». Пусть Божье Слово работает в вашей жизни сегодня и высвободит свою силу. Мы увидимся с вами в следующей программе. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях.